Сегодня я говорил, что проповедь наша называется «Каково оно, Царствие Небесное». И вот давайте с вами вспомним, что говорит нам Иисус про Царство Небесное. Спасибо. Что говорит Иисус, как Он нам показывает Царство Небесное? Он по-разному, разными всякими способами. Он говорит, что оно подобно дереву, в котором укрываются сотни птиц, подобно лозе виноградной или винограднику, куда приходит виноградник, виноградник все обрезает лишнее. Конечно же, правило поведения или правило вхождения в Божие Царство Иисус показал нам где? В Нагорной проповеди. Матфея с 5 по 7 главу, прям можно прочитать инструкцию, как попасть в Царство Божие. На самом деле, не такая уж простая инструкция для выполнения. Согласны? Ну, кто в состоянии вечно любить врагов своих, благословлять проклинающих? Ты способен, всю жизнь прямо. Ну, вот ты один из... Ну, 10 процентов. 10 процентов примерно. Ну, слава Богу. На самом деле, иногда... Все стремимся, да, совершенно верно, мы стремимся. Потому что, знаете, вот когда мы читаем второзаконие даже, да, оно разительно отличается, скажем, от исхода. Чем отличается? Что если Бог, например, в исходе, в левитах, там, в числах, говорит, если будете соблюдать заповеди, да, или соблюдайте заповеди мои, то во второзаконии он уже понимает, с кем имеет дело, и говорит, если будете стараться, да, выполнять заповеди. То есть, что такое стараться? Мы же с вами говорили. Стараться, это значит прикладывать максимум усилий. Это не просто, знаете, я постарался поднять руку вверх, но не получилось. Усилий не прикладываю. Поэтому, естественно, что когда Иисус нам говорит о правилах вхождения в Божье Царство, Он говорит нам в первую очередь о том, что нужно прилагать усилия, и Он об этом говорит, что с Иоанна до наших дней Царство Небесное чем? Это усилием берется, да, то есть нужно прилагать усилия какие-то, нужно себя каждый раз перебарывать. Человек, который аморфно сидит и ничего не делает, он вряд ли чего-нибудь в себе поменяет, потому что мы знаем, что Альберту Эйнштейну приписывают эту легендарную фразу, хотя на самом деле никто не знает, кто ее сказал, что ожидать одних и тех же результатов, вернее, разных результатов от одних и тех же действий, это шизофрения. Но никто не знает, кто это сказал на самом деле. Говорят Альберт Эйнштейн, ну, возможно, пусть будет так, все привыкли, пусть будет так. Давайте с вами вспомним в основном, что говорит Иисус о том, как мы можем вообще жить в Божьем присутствии. Давайте сначала пройдем в самый конец Библии, в самый-в самый-в самый конец Библии, в книгу Откровений, и там написано, что нету там ни болезни, да, ни смерти, утрет всякую слезу, а что еще надо, собственно? Что значит утрет всякую слезу? Значит, печали никакой не будет, да? Дальше там река течет, дерево с листьями для исцеления народов, да, золотые улицы, золотые стены, из драгоценных камней ворота, и идут на поклонение туда, и написано, что ничто нечистое туда не войдет. То есть греха там не будет, это уже радует. Ну, я не знаю, как кого, меня радует. То есть ничего нечистого там не будет. Теперь, для того, чтобы туда попасть, нам необходимо самим очиститься от всяких грехов. Есть два препятствия, будем так говорить, препятствия, назовем их так, вхождение человека, вот грешного обычного человека, в Царство Божие. Первое препятствие – это его плоть. Вот в этой плоти мы никогда в Царство Божие не войдем, нет шансов. Почему? Потому что она какая грешная. А ничто, написано, нечистое не войдет в Царство Небесное. То есть этому Бог придумал решение. Какое решение Он придумал? Он дает нам что? Новую плоть. Так написано у вас в Библии, да? Новая плоть. Есть второе препятствие. Кстати, первое от нас не зависит. Это Он сам сделает изначально, от начала до конца, все сам. Не мы. Теперь, второе, что препятствует нам войти в Царство Небесное, это наш с вами образ жизни. Писание говорит так, что дух и плоть друг другу противятся. То есть дух, он как бы приближает нас к Богу, а плоть тянет нас обратно в мир. И поэтому Павел иногда говорит такую, иногда два раза он говорит об этом, один раз прям такой вот фразой, говорит, все, что хочу, не делаю, а то, чего не хочу, делаю. Второй раз он говорит, все мы много согрешаем. То есть получается, что у нас есть какие-то модели поведения, которые мы тащим с собой из жизни до покаяния, которые нам мешают войти в Царство Небесное. То есть это как чемоданы такие, знаете. Вот он же говорит, входите узкими вратами. Еще там проводил параллель с игольным ушком, есть такая интересная легенда про игольное ушко, помните, я вам рассказывал ее, что есть ворота, были ворота в каждом городе. Вот как сегодня есть ворота, рядом калитка. Подобного рода были калитки, они просто были такие вот плоские, поэтому их прозвали игольное ушко. Что туда нельзя было пройти ни с мечом, просто вот можно было пройти только, что называется, в исподнем. Никак по-другому нельзя, не пройдешь, потому что будешь цепляться. А что если человек там с этим, с авторитетом, ну авторитетные люди тоже бывало заходили, они уже не могут пройти. То есть я бы не прошел. И ростом такого не могли пройти. А верблюд тем более. То есть получается, что верблюду легче пройти через игольное ушко. То есть вы понимаете, что верблюд не может пройти через игольное ушко. И соответственно, как он пишет, богатый. Ну не тот богатый, о котором мы сегодня с вами говорим, а богатый, но тот, который пытается стяжать. О тех богатых что-то речь. Так вот, мы не можем войти в Царство Небесное узкими вратами, если несем с собой вот этот груз чемоданов из мирской жизни. И это как бы я сейчас не упрек в себя, у нас у всех, включая говорящего, есть груз из мирской жизни. У всех. Нет такого, которого его нет. Мы все несем какие-то модели поведения, какие-то привычки, какие-то свои обиды, какие-то там, какое-то непрощение, какие-то там, я не знаю, желание отомстить. Ну все, что мы в миру, короче, вот в себе культивировали когда-то, оно внутри нас осталось. Почему? Потому что это все проявление духовности. Только с другой стороны, не той, которую мы сегодня как бы овладеваем, духовность Божия, а именно с той стороны, со стороны темных сил. И Иисус призывает нас к тому, чтобы мы шли, и одно из дел, которые Он хочет, чтобы мы делали, это бесов изгоняли. Но это не значит, что нужно сейчас там поднимать руки, говорить вон там, выйди в свиней, а свиньи неизвестно куда. Имеется в виду, что бесы, это вообще все всякие нечистые духи, которых мы с собой носим на нашей плоти. Они пользуются плотью. Духи не пользуются душой, и духи не пользуются нашим духом, они пользуются только плотью. И они, собственно, и формируют наши привычки. Но Иисус говорит, что если Царство Небесное усилием берется, то здесь мы будем предлагать усилия в перемене своих привычек, то есть мы не будем давать дьяволу действовать через нас, то, соответственно, и ему будет с нами неинтересно. Он не может нас использовать. Понятно, что он будет пытаться находить слабые места, все равно там как-то что-то. И таких бесов тоже нужно будет изгонять, естественно. Но Бог говорит, что нужно изгонять их и дверь запирать. Потому что если не запрешь, он походит, побродит, на курорт съездит, вернется с компанией. Всем злейший приведет с собой. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это запирать дверь. Вы проводили привычку, дверь закрыли, все. Как это делается? Очень просто. Ну как просто, легко сказать, да сложно сделать. Нужно перестать это делать. Опять же, легко сказать, но сложно сделать. Бывает такое, что некоторые привычки у людей берут годы, чтобы поменять. Годы. А бывает, что вообще не могут их поменять, только Бог может сверхъестественно вмешаться, и человек может поменять. Например, всякие зависимости. К примеру, я знаю очень много людей, посвященных, верующих. Они реально там чудеса, их руками творят. Бог творит. Я вижу, что это как бы не дьявол. Но они курят, к примеру. Курят. И там только Бог может сверхъестественно вмешаться, что-то сделать. Бывают разные случаи. Это не значит, что человек прям все, никуда не годится. Но если мы говорим про все вот эти вот грехи, грешки и грешочки, которые, Бог говорит, от них нужно избавляться, в том числе это и бесовские всякие зависимости, мы знаем, то больше всего есть в каждом человеке, это как бы, еще раз говорю, в каждом. Нет такого человека, который бы пришел ко мне и сказал, у меня нет, у меня такого нет, нет, я нет, я не такой. Таких не бывает. Это не прощение. Слышали про такое слово? Не прощение. То есть человек не может что-то или кого-то простить. Например, не может себе простить что-то. Какое-то действие. Не может кого-то простить. Иногда люди бывают в обиде на Бога, скажем, они тоже не могут его простить. А иногда бывают в обиде, например, на близких своих, а их уже в живых нету. Тоже не могут себе простить. Так вот, Бог говорит, что, оказывается, прощение, это в первую очередь наше решение. Мы должны решить для себя, что мы прощаем. И что такое прощение? По Божьим понятиям, да? Знаете, есть разные прощения. Там просто сказать, я тебя прощаю. Да, и ушел. А на самом деле ничего не подобного не произошло. Он не простил. Он остался такой же непрощенный. По Божьему простить, это значит забыть и не вспоминать более. Ну, так Бог забывает нам грехи. Так или нет? У вас так написано в Еремии? Да, что он забросит за хребетом и не вспоминет более грехи. Человеку, к сожалению, вот эта привычка забыть и не вспоминать, она отдается очень тяжело. Потому что вот если уже Бог забыл, даже люди сами себе помнят свои же собственные грехи. Зачем? Если Бог их уже забыл. Если как свидетельство рассказать, да, я грешил вот так, а теперь грешу по-другому, то да. Но зачем помнить свои грехи? Ладно, если ты их помнишь, да, просто чтобы сказать откуда, ну, из какого-то, так сказать, простите, там, неприличного места Бог тебя вытащил в свое время. Да, это один вопрос. Но когда я помню свои грехи, и мне за них постоянно стыдно, я не освободился от своих грехов. Я не простил себя. А Бог-то простил. А как, если Бог меня может простить, если я сам себя не простил? Давайте об этом поговорим. Поговорим сегодня на основе одного места писания, вернее так, двух больших мест писания, но они на самом деле маленькие. Они очень такие эпизодические, но они очень яркие. В Евангелии, где Бог показывает, вот насколько мы должны трепетно относиться к такому понятию, как прощение. И первое место, о котором мы сегодня поговорим, это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Если у кого-то есть Библия, открывайте, у кого нету, подсаживайтесь к верующим. Да шутка такая христианская. Это я пока вы открываете Библию, рекламную паузу заполняю. Окей, 21 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько же раз прощать брату моему согрешившего против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семи жди семидесяти раз. Сколько это? Сорок девять тысяч раз в день. Сорок девять тысяч раз. Столько секунд во дне нет, чтобы вы понимали. И дальше говорит, посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Вы себе представляете сумму денег в десять тысяч талантов? Это если будет работать он, его дети, его внуки, его правнуки, его праправнуки, его прапрапраправнук. Короче, до десятого поколения они все равно не смогут рассчитаться. Вот столько он был должен. Представляете себе, да? Это просто сумма астрономическая. Астрономическая сумма. Десять тысяч талантов – это астрономическая сумма денег. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. И здесь не написано рассчитаться. Он бы все равно не рассчитался, даже если бы все продали. Представляете, насколько он был должен. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил, государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу. И тот и другой понимают, что они этого не сделают. Ну то есть тот уже от безысходности на колени пал, да, ну прости меня. А государь понимает, что ну если даже я его сейчас прощу и подожду, потерплю на нем, он все равно не рассчитается со мной. И тут написано, государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. То есть какой акт милосердия мы здесь видим и какой акт предшествующий милосердия мы видим? Мы видим отчаяние. Ну так? Он отчаялся. Он потому что он понимал, что сейчас просто, вот как в известном фильме, все, что нажито непосильным трудом, понимаете? И все равно он умрет как должник, в любом случае. И дети его умрут как должники. И он отчаялся, он пал на колени и покаялся, ну дай мне возможность. Теперь царь понимает, что возможность он ему даст, только он ее никогда не сможет воспользоваться. Это нереальная сумма денег. И тогда написано, что у него было милосердие. То есть он оказал человеку милость и простил ему весь долг. Он не простил человека, он простил ему весь долг. То есть он просил больше, чем человека. Он простил его и все, что было с ним. То есть обнулил. Теперь как бы ничего не существует. Но смотрите, что произошло дальше. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Что такое 100 динариев? Это примерно зарплата за год римского солдата. Плюс-минус. Не такие большие деньги на самом деле. То есть можно было рассчитаться. Понятно, что евреи получали чуть меньше. Но там вот мы слышали с вами, что за один динарий виноградники работали в день. То есть можно было 100 дней поработать и заработать себе и отдать ему долги. Тогда товарищ его пал к ногам. То есть он сделал то же самое. То есть, видимо, у него реально была проблема отдать этот долг. И он пал на колени и говорит. Потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И дальше написано. Так и Отец мой небесный поступит с вами. Он уже не говорит там с теми, кто, что-то там. Он говорит с вами. А к кому он обращается, на секундочку? А? К ученикам своим. Он с учениками в данный момент разговаривает. С учениками. Послушайте, он не с фарисеями, не с книжниками, не в храме учит. Он разговаривает в данный момент со своими учениками. Петр вопрос задал. На секундочку. О чем это говорит? Это говорит о том, что Иисус знал, что каждый из этих людей все-таки несет на себе какое-то непрощение кому-то. С кого-то мы хотим чего-то поиметь. И он обратился к ним и сказал, что он поступит с вами, если не простит каждый из вас своему брату, согрешившему против него. Понимаете? Это очень серьезное заявление Иисуса Христа. Каждый из нас какой-то грех по отношению к ближнему допустил однозначно. Так или иначе, по желанию, не по желанию, случайно, специально, не важно. Есть еще куча других людей, которые даже может быть и не верующие вообще, которые против нас так согрешили, что нам иногда хочется просто, чтобы с ними так по справедливости поступили, чтобы никому мало не показалось. Но Иисус говорит, что если у нас на сердце есть непрощение, в сердце мы непростим, то есть не на словах просто сказать, я тебя прощаю, иди, встретимся в мир круглый. Это непрощение. Прощение – это когда я простил и забыл. Забыл. Я могу свое помнить, но его точно забыл. И вот про вот это прощение Иисус говорит нам очень много раз. Он не зря из книги в книгу повторяется. Даже если мы с вами будем читать дальше Матфея, он очень много говорит о прощении. Очень много. Давайте почитаем дальше. Вернемся на несколько глав назад. Шестая глава. Нагорная проповедь, с которой мы начали. Шестая глава с 5 по 15 стихи. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говоря, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который втайне. И отец, видевший тайное, воздаст тебе явно». Иногда, вы знаете, люди имеют железную отмазку. Вот сколько раз я слышал это. «А я не могу у него попрошить прощения или простить. Его нет в живых. Или он живет далеко. Или у меня нет его координат. Я не могу с ним созвониться. Не могу простить. Не могу просить прощения». Писание говорит конкретно, что нужно зайти в тайную комнату. Если я действительно хочу его простить, я попрошу у Бога этого. Но вся проблема в том, что по большей части мы спекулируем этим местом Писания. Мы грешим перед людьми, а прощение ходим просить у Бога. А человек, вот он, мы ему простить не можем, а у Бога просим прощения. А Иисус говорит следующее. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». И вот мы эту молитву с вами говорим здесь каждый раз, когда собираемся на служении, каждый раз, когда собираемся с вами на домашней группе. И эта молитва для кого-то благословение. Вот Юра у нас отвечает за эту молитву, и он говорит, давайте произнесем слово «благодать». Но для кого-то это смертный приговор. Это реально смертный приговор. Слушайте внимательно. Он говорит, «Отче наш, сущий на небесах, я обращаюсь к Богу, к Создателю неба и земли». «И я говорю Ему, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». А Иисус уже озвучил нам эту волю неоднократно. «Простите, прощено будет, не простите, не прощено будет. Да будет воля Твоя на земле, как на небе». То есть мы хотим, чтобы Его тамошние законы были в нашей жизни здесь, на земле. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши». В некоторых переводах есть и «прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешивших против вас». Да это неважно, сам долг является грехом. Сам долг является грехом. Даже если мы не по отношению к нему грешим, а по отношению к себе грешим. И Он говорит «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вопрос – мы всем своим должникам простили? Недалеко, как вчера, у меня было очень большое искушение написать письмо официальное, может быть даже через адвоката, человеку, который должен мне очень много денег. И вы знаете, мне эти деньги нужны сейчас. Не когда-нибудь, когда Он, может быть, вспомнит мне их, а сейчас. Я молился перед этим, и вы знаете, Бог меня обличил именно тем местом Писания про вот этого царя и раба. И обличил меня очень просто. Он сказал «три года назад ты сидел дома и спрашивал, что тебе делать, когда на тебе висит долг 20-летней давности с шестизначной цифрой». 20-летней давности было в прошлом веке, 20 было больше, чем 20 лет. В прошлом веке был этот долг, даже не человеку этот долг был, не человеку. Это был долг какой-то организации, неважно, банку. Это было 20 с лишним лет назад, шестизначная цифра. Где она сейчас? Ее нет. Ты заслужил это? Я реально покаялся, я со слезами на глазах показывал. Я не заслужил, я ничего не сделал для этого. Но ее нет, этой цифры. Нету, просто она чудесным образом исчезла. Он говорит «так ты сейчас хочешь пойти и с другого стребовать то, что он должен тебе?» И прямо это местописание мне показало. Я закрыл глаза, я увидел этот текст прямо. Мне стало не по себе. Мне стало не по себе. Я думаю «окей, я сейчас захотел поквитаться, а долг, который мне должен отдать, он может его отдать. Реально просто может пойти, напрячься и отдать». И я подумал, что если я вот за такое сейчас готов пойти и отдать, человек в Писании говорит, что мы ведем людей в суды, в какие? Мирские. Отдать человека в мирской суд ради того, чтобы получить какую-то маленькую вот эту вот выгоду на сегодня. Что она мне решит? Закроет чуть-чуть минус в банке? Какой-нибудь маленький кредитик погасит? А как я буду себя чувствовать? Мне простилось-то гораздо больше. И я покаялся. Я просто перед Богом покаялся. Так получилось, слава Богу. Я был один дома, я просто встал на колени и покаялся. Я просто говорю «Господь, я больше не хочу об этом вспоминать. Я прощаю, я оказываю Ему милость. Я прощаю Ему. Я не хочу этого. И, вы знаете, мне полегчало. Я могу сказать, да, я минут 15 плакал. Потому что я понял, насколько я вообще низко опустился в этом во всем. Насколько деньги реально стали между мной и отношениями с Богом. И мне стало легче. Я понял, что на самом деле я вот сейчас втайне. Это же меня никто не видел. Я был один. И сейчас я был втайне. Я уверен почему-то. Я вот стою на этих обетованиях. Бог меня никогда не обманывал. Я же втайне попросил. Я знаю, что каким-то образом Бог явно мне воздаст за это. Я не знаю, каким. Иисус не говорит конкретно, как Он мне воздаст. Но Он говорит, что здесь всякую нужду, еще до того, как я ее озвучил, Он ее знает. И значит, все будет покрыто. Аминь. И дальше написано, что твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. То есть, если Бог царствует, несмотря ни на что, у Него есть слава и сила, то она явится в нашей жизни рано или поздно. И дальше завершается это местописание опять тем же самым. Написано, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Ну, давайте, положа руку на сердце, ну, скольким людям мы должны, ну, я не говорю деньгами, я говорю вообще, в принципе, перед кем мы должны еще попросить прощения. Сколько мы нанесли боли когда-то другим людям, сколько людей пострадало из-за нас, из-за каждого из нас по злому нашему умыслу. Случайно, неважно. Люди на нас держат какую-то обиду, возможно. Но ведь и мы тоже держим на кого-то какую-то обиду. У нас есть люди, есть обстоятельства, есть ситуации, которые мы не понимаем и не можем простить. Иногда себе, иногда им, иногда Богу. Ну, здесь Иисус не говорит, кому конкретно нужно прощать. Иисус говорит прощать. Точка. Прощать. Потому что этот груз непрощения, он имеет способность расти. А еще он имеет способность отражаться на нас же потом. Я еще раз говорю, два препятствия к вхождению в Царство Небесное. Наши привычки и плоть. Плоть Бог, с плотью Бог разберется. А вот привычки, это наши. Мы должны принять решение. Иисус говорит нам много о непрощении в Евангелии. Апостолы говорят нам много о непрощении через свои послания. Но Иисус подкрепляет это. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. Иисус же сказал им вторичным мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И сказав Дуну, примите Духа Святого, говорит им. Кому простите грехи, тому простится. А кому не простите, на том останутся. И когда мы обращаем внимание на Нагорную проповедь, получается, если я кому-то не прощаю грехов, они на нем остаются. Но если я ему не простил, то и мне не проститься в равной степени. Получается, что если я кому-то не простил грехи, то я и сам остаюсь с ним же за бортом. Представляете? Вот этого совсем не хочется. Если провести как раз параллель между Евангелием от Иоанна, 20 глава, и Нагорная проповедь, 6 глава Матфея, там как раз именно об этом и говорится. Что несмотря ни на что, что бы ни было, мы должны прощать другим их грехи. Потому что мы согрешили гораздо больше. И в этом как раз смысл притчи про того самого раба. Потому что Иисус не прощает за что-то. Вы знаете, каждый из нас делает всякие прегрешения. Каждый из нас делает какие-то неправильные шаги в жизни. И по большей части по собственному неведению. И Бог об этом говорит. От неведения погибает народ мой. И Бог это знает. Мы иногда, не ведая, что творим, делаем другим людям плохо. Понятно, что нас нужно в этом обличать, нам нужно говорить. Ты вот здесь сделал не так, вот здесь сделал не так. И мы должны исправиться. Но бывает, что человек не по злому мыслу, просто не зная, что это грех, сделал нам плохо. Иисус нам показывает пример на кресте, когда Ему кричали оскорбительные вещи. Когда те, кто кричали Ему, «Спаси нас, Вышних!» Они говорили Ему, «Распни его, Пилату, распни его». А потом Ему говорили, «А, других спасал, сам себя спасти не можешь. Сойди с креста!» Это было больно слышать. Как Отцу Небесному, так и самому Иисусу. Посмотрите, что Он сказал. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Не ведают, что творят. Мы, когда были неверующими, а иногда даже, когда были уже верующими, мы столько натворили по незнанию, по непониманию. И нам столько раз Бог просил. И написано в Евангелии, у пророков написано, что «Милость Господня обновляется каждое утро, и благодаря Ей мы живы». Мы получили в Иисусе Христе как раз ту самую благодать вместо прежней благодати, когда мы можем осознавать свои грехи и каждый день приходить к Богу более освященными. В послании написано, апостол Павла говорит, «Святой да освящается еще». Нет предела святости, ну, есть предел, Иисус Христос, но мы никогда не достигнем. Там уже на подходах, нам уже Бог сам очистит, так сказать, невесту, перед тем, как ее к жениху ввести, ее очищают. Все, что она не успела сама себя смыть, смоют другие. То же самое будет с нами. Но мы должны освящаться, мы должны прийти туда уже почти готовыми. И это и есть та самая благодать. Не важно, что мы натворили, не важно, кому мы что наговорили, не важно, кто нам чего наговорил. Наша задача – простить и забыть. Потому что Иисус умер для того, чтобы мы уподобились Ему. Так написано в послании к римлянам, написано, «Ибо того, кого оправдал, тех и прославил, и уподобил сыну своему». Но Бог-то уподобил, Он знает, что мы будем подобны сыну, но мы-то должны делать для этого что-то. Усилия прилагать. Аминь. Следует помнить нам, что мы не можем мстить людям. Знаете, есть очень много раненых людей. Очень много. В последнее время очень много встречаем разных раненых людей. Раненых в других общинах, раненых другими людьми, раненых миром, раненых сектами разными. Потом эти сектанты возмущаются, почему их запрещают на территории той или другой страны. А не надо было ранить людей. За все надо платить. Но мы воздаем Богу Божье, а Кесарю Кесарева. Не мы запретили эти секты именем Иисуса Христа. К сожалению, запретили именем Конституции. Но по факту люди приходят раненые, и они иногда, знаете, как народная пословица говорит, обжегшись на молоке, или обжегшись на воде, на молоко дуют, или обжегшись на молоке, на корову дуют, а опуганная ворона куста боится. Бывает так, что человек видит кого-то, и вот он понимает, что это не тот, на кого он обижался, тот, кто его обидел, но он мстит ему, потому что он его видит, вот он для него он. Ему мстит. Там, где его обидели, скажем, кто-то называл себя священником, теперь он видит священника и понимает, что это такой же, и будет ему мстить. Бывает такое. Но наша задача, привести человека к прощению через кровь Иисуса Христа. Это наша задача. Мы не должны на него наезжать, мы должны его обличать, конечно, говорить ему, послушай, ты не можешь дальше себя так вести, потому что Иисус не за это умер. Но когда он придет к пониманию, за что умер Иисус, благодаря чему? Благодаря нашей проповеди, Евангелия. Мы кроме Евангелия, кстати, ничего не проповедуем, если вы знаете, мы не имеем права ничего проповедовать, кроме Евангелия, Христа, притом распятого. Так вот, когда мы проповедуем Евангелие, делами, словами, человек должен прийти к пониманию, что его простили создатели его же, ему нужно уподобиться и тоже простить. Это процесс? Процесс. Это трудно? Трудно. Но трудно не значит невозможно. Трудно, значит, надо для этого потрудиться. И наша задача, как церкви, ему в этом помочь. Для этого есть разные служения, душку печенья, там, я не знаю, молитвенные, там, просто беседы, но нужно помочь человеку простить. Большинство людей, они не могут простить себя, а иногда мстят в лице других людей своим обидчикам, потому что достать до обидчика не могут. Бывает такое? Мы не можем не прощать, мы должны прощать, покрывать любовь, прощать. Да, это больно иногда, особенно тебе, когда за кого-то там мстят, уж я вот в последнее время, те, кто понимает, о чем я говорю, понимают, да, многие люди пришли к разным другим людям из-за того, что их где-то поранили, теперь мстят, потому что говорят, что-то, а вы все такие. Ну, мы не все такие. Если бы человек создал всех, Бог создал всех таким, мы бы были на одно лицо, двое злорца одинаковых с лица. Мы не все такие, мы разные. И каждый имеет право на ошибку. Слава Богу, что каждый имеет право на ошибку. Слава Богу, потому что если бы мы не имели право на ошибку, у нас бы уже давно это секир башка за каждое происшествие. Мы имеем право на ошибку, имеем право на покаяние в своей ошибке. А еще мы имеем право на прощение и на имеем право быть прощенными. И за это умер Иисус. И следует помнить, что когда мы прощаем, то есть забываем и отпускаем свои грехи, мы с себя снимаем всякое непрощение. Бог с нас снимает все то, что мы сняли с других людей. Мы выпускаем человека на свободу. Потому что Бог уже все наши обиды, все наши оскорбления, все проклятия, все болезни, все абсолютно понес с собой, телом своим на крест. А ну все там, зачем мы каждый раз ходим к кресту, снимаем, разыскиваем еще там свои проклятия, берем, и говорит, мое же, я привык к нему, вешаем на себя, опять с ним ходим. Потом обижаемся, думаем, что же такое, я же уже уже покаялся, а не надо было ходить и снимать, оттуда. Две тысячи лет назад с тебя его уже сняли. Теперь зачем ты опять его на себя одеваешь? А еще знаете, такое бывает, это знаете, я бы сейчас там взял бы и детские шортики на себя наделал. Это еще и смешно выглядит добавок ко всему. Когда человек ходит и просто вот берет свое старое, которое на него уже не налезает даже, одевает это и ходит, я вот такой. Это уже даже смешно выглядит. Но наша задача, понять, что мы с этим в Царство Небесное не зайдем. И Бог говорит, с плотью я разберусь. Потому что Писание говорит совершенно четко, даже те, кто уже умерли, умерли на данный момент, пять лет назад, десять лет назад, сто лет назад, даже две тысячи лет назад, прямо на следующий день после воскресения Иисуса, те, кто умерли. Написано, смерть, ад, огонь, вода, все отдадут тела на суд. Теперь, сожгли кого-то, нету плоти, нету, сгорело. Но перед Богом предстанет душа во плоти. И эту плоть Бог создаст. А уж калипачи, тем, кто не сгорел, слава Богу, сам умер, его похоронили целиком. Бог все исправит. Все исправит, кроме одного, наших привычек. Он дал нам в Эдемском саду свободу выбора. И говорит, я уважаю ваш выбор. Кто-то все равно умрет за ваш выбор. Но не вы. Поэтому было жертвоприношение. Нужно было свои грехи передать. Козлу отпущение скажет. Или валу отпущение. Или барану отпущение. Разные бывают животные. Даже голуби можно было передать. И говорит, кто-то все равно прольет свою кровь за вас. Пока вам не перестанет быть стыдно за то, что вы постоянно делаете одно и то же. И, наконец, 700 лет до рождения, 2700 лет назад ему надоело. Он в первой главе пророка Исаии прямо говорит, вообще ничего от вас больше не принимаю. Не хочу. Противны ваши курения. Это он сказал, что отменяю жертву? Нет. Он сказал, что это все бессмысленно. Будет другое решение вопроса. И это решение было 2000 лет назад. Совершение жертвы просто уже даже придумать невозможно. И теперь наша задача просто понимать смысл этой жертвы. Ее значение в нашей жизни. Ее значение в жизни тех, кого мы до сих пор простить не можем. Что Христос написано, за всех умер. А то же мы, знаете, хотим, чтобы с нами это по милости, а с другими по справедливости. Так не бывает. Христос из-за них умер. Они тоже помилованы заранее. Авансом. 2000 лет назад, когда их даже в живых не было. А мы почему-то берем на себя полномочия судей и непрощаемых. Выносим им приговор. Ну, помнить нужно о том, что вынося приговор кому-то, мы выносим приговор себе. Автоматом. Какое он понесет наказание, такое понесу и я. Поэтому наша задача забыть, простить, отпустить. Не носить это в себе. Мы, понимаете, когда мы прощаем, мы и себя, и его отпускаем на свободу. Мы говорим ему иди. Мы оказываем ему милость. И больше у меня голова не болит, и у него голова не болит. Ну, куда еще красивее жизнь-то? Когда мне не надо заботиться, что кто-то мне что-то должен, или кто-то мне что-то сказал. И ему не надо беспокоиться. Ой, а как же я этому человеку в глаза-то посмотрю? Я же ему должен, или я ему что-то сказал. Я говорю, прощаю, забыл. И вдруг все меняется, атмосфера меняется вдруг, потому что если мы в сердце это сделали, сердце же оно источник жизни. Если в источнике что-то поменялось, вокруг все поменяется. И вдруг мы можем уже обнявшись сидеть, и вдруг мы можем уже какие-то общие дела делать, и вдруг мы можем даже там какие-то бизнесы вместе вести и так далее, а раньше не могли, потому что было не прощение, были обиды. Иисус простил нас из любви. Просто из любви. У меня, знаете, там, где во всех, чтобы не забыть, даже смотрите меня в интернете, мне нечего прятать. Там, где у меня коды какие-то есть, да, ну, коды нужно вставлять какие-то, да, где можно вставить четырехзначный код, я вставляю Ай-3-16. Не Ай-Су-Си-Джей, Джон-3-16. Помните Иоанна 3-16? Типа так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это то, почему умер Иисус Христос, потому что Бог возлюбил мир, Он нас с вами возлюбил, давайте мы уподобимся Богу, будем Его проповедовать, давайте будем любить. Это прекрасно, на самом деле, любить. Любить, это значит без претензий, любить, это значит без обид, любить, это значит безусловно, безусловно. Потому что, если мы любим условно, то есть, ты меня любишь, дети спрашивают, ты меня любишь, да, а за что? не за что, просто люблю и все. Когда дети становятся повзрослее, они уже не спрашивают за что, они спрашивают другой вопрос, почему? Там уже проще, ответ потому что. А на за что, как я Ему отвечу? За то, что Христос умер на кресте? За это? Но он не поймет. А когда спрашивают почему, ответ всегда потому что, там все просто. Люблю и все. Мы же любим детей, потому что, а других условно. Надо перестать любить условно. Вот нас Иисус возлюбил, почему? Потому что. Просто возлюбил и умер за нас. И вот это значение этой жертвы нам нужно оценить. Потому что, если нет, напоминаю вам, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. То есть, навечно. Никто не хочет идти истязателям навечно. Все хотят в Божье присутствие. Потому что мы все хотим, чтобы нас любили. Согласны? Все хотят, чтобы его любили. Да? Все хотят сами любить, потому что любовь, это же классно. Когда мы любим, мы не суетимся, у нас все хорошо. Некоторые, когда любят суетятся, потом много глупостей делают. Но это влюбленность больше, чем любовь. А вот именно когда любят, нет суеты, все хорошо, все доброта, никакой опасности нет. Нет ни болезни, ни смерти, утроет всякую следу. Это любовь. Да? Ну так или нет? Так вот, это наша награда на небесах. А там, куда государь отдаст, если не простим, там главной пыткой будет отсутствие Божьей любви. Не человеческой, а Божьей. А это страшная пытка. Страшная. Если кто-то из вас еще не испытал любви Божьей, я готов за него помылиться, потому что я ее испытал в полноте. Я когда, вот в тот день, когда я покаялся, это было почти 7 лет назад, я такую любовь испытал. Я даже передать это не могу. Не могу. Я не знаю, как это словами не передашь. Те, кто испытывал такую любовь, они знают, о чем я говорю. Те, кто еще нет. Нет, не страшно. Бог прямо сейчас здесь, Он среди нас, потому что мы собраны во имя Его. Он здесь, Он живой, Он может коснуться каждого сейчас. Я хочу, чтобы мы помолились за это сегодня, чтобы Господь излил в нас ту любовь, в которой Он хочет, чтобы мы возлюбили ближнего своего, как самого себя. Потому что без этого никак. Мы не войдем узкими вратами, потому что туда можно, вот только облегшись в любовь войти, потому что она неосезаемая, она не мешает пройти. А все остальное мешает пройти узкими вратами. Аминь. Давайте будем молиться за то, чтобы Господь прямо сейчас, если кому-то нужно помолиться, я бы готов возложить на Него руки прямо сейчас, чтобы помолиться за Него, за эту любовь. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, за обличение Твое. Потому что написано в Писании, и Ты говоришь, Господь, кого люблю, того наказываю. За то, что Ты, Господь, показываешь эти места Писания, где я получаю обличение от Тебя. Да и каждый из нас присутствующих здесь, я благодарю Тебя, Господь, потому что я вижу в этом, что Ты меня любишь. Я хочу, чтобы Ты научил нас любить еще больше. Потому что мы иногда показываем любовь, но на сердце ее не всегда имеем из-за суеты, Господь. Мы просим Тебя сейчас просто коснуться и убрать всякую суету. Пусть всякая злоба, пусть всякая обида, пусть всякое непрощение прямо сейчас сгинут во имя Иисуса Христа из жизни каждого из нас. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся сверхъестественно, сердец, сейчас раскрыл их, как большую воронку, Господь, и через эту воронку туда начали изливаться Твои, Господь, духи любви, Господь, все семь духов Божьих, Господь. Пускай они там пребывают, Господь, чтобы там не было места, как в Твоем Царстве, действительно, на небесах, где ничего нечистого не войдет туда, Господь. Потому что, когда мы вот сегодня пели, Господь, и мы провозглашаем это, что когда через нас Святой Дух начнет действовать, это и будет реки воды живой, Господь, которая будет касаться других. И я молю Тебя, Господь, чтобы вот этим вот Духом, которым Ты прикоснулся ко мне тогда, семь лет назад, только в сорок раз больше, пускай, Господь, сейчас Ты коснешься каждого из сердец здесь присутствующих. В сорок раз больше, Господь. Чтобы никто не ушел отсюда равнодушным, Господь. Чтобы все хотели делиться Твоей любовью, потому что мы не можем, будучи пустым сосудом, делиться с кем-нибудь. Наполни каждого, Господь, этой любовью во имя Иисуса Христа. Всех тех, кто здесь, кого здесь нет, Господь. Каждого верующего в Тебя, Господь, исповедующий у Тебя искренне в сердце Господом и Спасителем, Господь, наполни. Потому что мы можем являть Тебя, даже не произнося ни слова, потому что все будут знать, что с нами Бог. Господь, я провозглашаю Твое великое святое имя сейчас на каждого присутствующего здесь, потому что это Ты заповедовал делать, чтобы имя Твое было на нас. מלך המלאכים, Эдон האדונים, לעולם ועד. Амин.